Программа социальной газификации, объявленная президентом России, успешно выполняется в Свердловской области. Губернатор Евгений Куевышев держит на личном контроле оснащение голубым топливом домовладений региона. Так, на днях единый оператор газификации направил Свердловской области еще 900 миллионов рублей на реализацию президентской программы. На эти средства запланировано строительство газораспределительных сетей в муниципалитетах региона. Губернатор Свердловской области Евгений Куевышев не раз отмечал, что одинаково комфортно должны жить и горожане, и жители малых населенных пунктов. Газификация – как раз этот элемент комфорта. В основе нашей работы, я должен об этом сказать, лежат ключевые отраслевые документы, целевой прогнозный топливный энергетический баланс, генеральная схема газоснабжения и газификации и региональная программа газификации до 2030 года. На сегодняшний день уже более 25 тысяч свердловчан получили газ в дома по программе социальной газификации. Как отметил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, люди, которые всю жизнь топили дома дровами, оценили комфорт, экологичность и экономичность голубого топлива. Уже сейчас уральцы подали более 60 тысяч заявок на подключение. До конца 2024 года в регионе будет создана техническая возможность провести газ к 71 тысяче домов. Ранее Евгений Куйвышев утвердил поправки в региональные законы, расширяющие список льготников по программе социальной газификации. В их число вошли многодетные семьи, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и члены их семей. Меры соцподдержки для новых категорий предусматривают компенсацию либо освобождение до 90% затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям и до 90% затрат на приобретение бытового газового оборудования. В список льготников по социальной газификации также входят малоимущие семьи или граждане, мужчины, достигшие 60 лет и женщины, достигшие 55 лет, граждане, которым установлена досрочная страховая пенсия по старости, по инвалидности, медицинские и педагогические работники, проживающие в сельской местности. С 2023 года по решению губернатора размер субсидий льготникам на газификацию частных домов увеличен с 70 до 100 тысяч рублей. Также есть возможность газификации дома за счет областного материнского капитала, который с 2023 года составляет чуть более 160 тысяч рублей. Подать заявки на газификацию можно несколькими способами. Через портал госуслуги, на портале единого оператора газификации, в личном кабинете заявителя на сайте, либо в офисе газораспределительной организации. Напомним, программа по социальной газификации, объявленная президентом России, предусматривает подведение газовой трубы к границам участка бесплатно. Согласно планам графикам, в Свердловской области до 2028 года необходимо создать техническую возможность для догазификации 92 тысяч домов.